Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Компания Activision продает DLC за 70 долларов, Baldur's Gate 3 ставит новые рекорды, а игроки рекорды в самой игре. Разработчиков Gotham Knights увольняют, а в команду авторов Bulletstorm нанимают новых сотрудников. И для начала исправляемся. Не далее, как в прошлом выпуске, мы упоминали анонсы THQ Nordic. В рамках недавно прошедшего мероприятия издателя THQ Nordic Showcase. Но из списка проектов, наиболее заслуживающих внимания, по нашему же мнению, куда-то внезапно исчез свежеанонсированный экшен про черепашек-ниндзя. А ему бы там все-таки стоило быть, поэтому наверстываем. Итак, Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin обещает стать серьезной видеоигровой адаптацией одноименного комикса, по сюжету которого в живых остается только один из участников боевой четверки. Играя за оного, нам предстоит отправиться в последний бой в поисках отмщения, и этот бой обещает быть поистине судьбоносным. Сообщается, что проект будет ориентирован на более взрослую аудиторию игроков, а выполнен в довольно мрачной стилистике и беспривычной черепахам мультяшности. Ну и несмотря на то, что у издателя в работе довольно много незавершенных игр, компания подтвердила также, что много еще только предстоит анонсировать. Так, по официальным данным издателя, на момент мероприятия у них в разработке находится аж целых 37 проектов. А это означает, что порядка двух десятков из них до сих пор не были раскрыты. Это могут быть как и совсем мелкие проекты, так и блокбастеры ААА уровня. Из того, что уже известно, наибольший интерес, пожалуй, вызывают такие проекты, как Alone in the Dark, Titan Quest 2, South Park Snow Day, ну и вышеупомянутые черепашки-ниндзя опять же. Недавно компания Rockstar официально представила новую версию Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch, что несколько взбудоражило сообщество игроков, оставшееся по сути сносом. Ведь многие опрометчиво надеялись на ремейк, ну или хотя бы ремастер культового вестерна, но получили невзрачный порт с минимальными изменениями и вдобавок за весьма кусачий прайс. Однако в сеть просочилась информация о том, что якобы в прошлом разработчики все же планировали сделать полноценную обновленную версию RDR-1. Но затем их отпугнула негативная реакция на сборник GTA The Trilogy. Кто бы мог подумать? А ведь они, наверное, ожидали, что игроки примут трилогию легендарных песочниц в подобном качестве с хлебом и солью. Наивные? Ну так вот, сию мысль высказал датамайнер игр серии GTA под ником Bud Scario. По его словам, релиз порта Red Dead Redemption не имеет ровным счетом никакого смысла с маркетинговой точки зрения и внутренней политики компании. А потому инсайдер справедливо полагает, что вместе с разработкой обновленного сборника GTA The Trilogy было запущено создание ремастера Red Dead Redemption. Впоследствии, на этапе производства, у разработчиков GTA возникли серьезные трудности, которые в итоге вылились в весьма удручающее техническое состояние трилогии на момент выхода. Но оно и сейчас таковым, к слову, остается. Как итог, низкое финальное качество и тонна критики со стороны геймеров вынудил таки студию отказаться от ремастера Red Dead Redemption. Издатель решил пересмотреть свои планы и снизить масштаб улучшений для RDR. Поэтому игроки и получили обычный порт, а издательство Take-Two, как ни крути, все равно в накладе не останется. Авторы высокооцененных боевиков Bulletstorm, Gears of War Judgment, а также проходного Outriders из польской студии People Can Fly, похоже, собираются немного отойти от привычного им жанра разработки и заняться неким ролевым проектом. Об этом свидетельствует вакансия, опубликованная студией на днях. Судя по объявлению, компания находится в поисках геймдизайнера. И хоть что именно это будет за игра пока непонятно, есть подсказка. В ней говорится, что планируемый студии проект имеет отношение к VR-IP. Вполне возможно, что речь о не так давно анонсированном VR-порте вышеупомянутого Bulletstorm для шлема виртуальной реальности MetaQuest. Но, быть может, речь о каком-то совершенно новом проекте, поскольку их у People Can Fly в данный момент уже находится немало. В их числе, например, приключенческий экшен ААА уровня, а также неанонсированный проект, создаваемый в сотрудничестве с издателем довольно средней Outriders компанией Square Enix. В июне разработчики, ко всему прочему, анонсировали Project Maverick, который будет издаваться под крылом Microsoft. И вот, судя по всему, на очереди еще один новый проект, покрытый завесой тайны. Если верить утечкам, компания сейчас активно трудится над эксклюзивным научно-фантастическим шутером с ролевыми элементами, запланированным в качестве эксклюзива для PlayStation. Аккурат спустя две недели после выхода, масштабная ролевая игра Baldur's Gate 3 продолжает демонстрировать впечатляющие результаты. Согласно данным сервиса SteamDB, проект авторства студии Larian набрал 834 тысячи одновременных игроков в Steam, и число неуклонно продолжает расти. Для сравнения, недалее как в прошлое воскресенье, 6 августа, число одновременного онлайн равнялось 814 тысячам 666 игрокам. Несколько дней назад фанаты Baldur's Gate 3 даже собирались устроить флешмоб по достижению одного миллиона онлайнов в Steam. Однако ему суждено было к глубочайшему сожалению провалиться, хотя еще и не вечер. А вот еще один рекорд принадлежит уже не самой игре, но игроку в эту самую Baldur's Gate. Ему удалось пройти весь триквел от начала и до конца чуть более чем за 10 минут. А все благодаря очень большому количеству прыжков. У подавляющего числа игроков на прохождение ролевки от Лариан может уйти от 75 до 100 часов. Однако теперь стал известен способ, как пройти игру за 10 минут и 3 секунды, если делать все в точности так, как сделал спидранер. Ключевым моментом в этом своего рода забеге является то, что Гейл, один из спутников в игре, накладывает на себя заклинание «улучшенный прыжок», а затем, по сути, прыгает через всю игру. Поскольку прыжок персонажа определяется его показателем силы, игрок повышает этот показатель до 17, в результате чего Гейл проносится через всю Baldur's Gate 3, втрое увеличивая дистанцию своего прыжка. Затем Сумеречное Сердце накладывает на Гейла заклинание «Убежище», которое не позволяет ему становиться мишенью для врагов. Тем самым, используя туманный шаг, он телепортируется в финальную зону второго акта, не сражаясь с двумя предыдущими боссами. Получается, что Baldur's Gate 3 можно закончить в конце второго акта, полностью пропустив третий. При этом Гейл взрывает оружие массового поражения, что по сути сводится к завершению игры до того, как она должна была завершиться. К слову, новый рекорд побил предыдущий, сделанный тем же самым игроком. Он оказался на 49 секунд быстрее. Не знаете, как купить игры или аккаунты? Тогда вам стоит взглянуть на GGSell. GGSell — это торговая площадка, на которой продавцы выставляют свои товары, а пользователь может безопасно их купить. Но чем же примечателен GGSell? Во-первых, здесь покупка игр аккаунтов обойдется дешевле, чем если покупать самому. Во-вторых, у GGSell можно приобрести такие новинки, как Baldur's Gate 3 или Starfield, который выходит совсем скоро. А также многие популярные игры, вроде GTA V, Rust или Daisy. И в-третьих, это безопасность. Она заключается в том, что деньги, отправленные пользователем, не идут напрямую в карман продавцу. Они сохраняются в системе GGSell. И если возникнут какие-то проблемы, к примеру, аккаунт оказался угнанным или ключ нерабочим, пользователь, связавшись с их поддержкой, сможет вернуть себе потраченные деньги. Ах да, чуть не забыл. Помимо игр, на GGSell можно приобрести подписки на такие сервисы, как Netflix, Adobe Creative Club, различные VPN-сервисы и многое другое. Переходи по ссылке в описании и приобретай игры и аккаунты вместе с GGSell. За прошедшие месяцы произошло немало серьезных изменений в трудовых коллективах. Многие представители игровой индустрии объединились в отдельные профсоюзы, либо же решили полностью уйти из отрасли из-за несправедливых, по их мнению, рабочих условий. А теперь вот стало известно, что разработчики довольно проходного экшена Gotham Knights, компания Warner Bros. Games Montreal, отправила в отставку заметную часть своего руководящего состава. Так, бывший исполнительный продюсер Флер Марти опубликовала в Твиттере сообщение, где рассказала о своем уходе из компании. И хотя она заявила, что будет скучать по своей команде, а новым открывающимся возможностям вполне себе даже и рада, Марти все же возмущена тем фактом, что были приняты решения, вынудившие ее покинуть коллектив. Вслед за ней компанию покинули и другие сотрудники, что также занимали крупные руководящие посты. Остальная известная информация была собрана неравнодушным пользователем форума Gotham Knights Reddit. Если верить информации, некие Джефф Эленор и Патрик Рейдинг также покинули компанию или же были уволены указанием сверху. Эленор, к слову, был гейм-директором той самой Gotham Knights, а Рейдинг – креативным директором игры. Довольно сложно доподлинно утверждать, что именно послужило причиной столь основательной зачистки руководства. Быть может, таковой стала некая новая игра или новое направление, с которым разработчики были не согласны. Такое мнение не беспочвено, потому как совсем еще недавно Warner Bros. Montreal объявляли о том, что команда приступила к разработке новой игры, присоединяться к работе над которой подразделение, отвечавшее за Gotham Knights, желанием отнюдь не горело. В рамках рубрики Инди-минутка хотелось бы рассказать о Tee Garden Simulator – симуляторе выращивания чая. Спустя два года в раннем доступе, разработчики игры наконец сообщили, что 15 августа стратегический симулятор наконец-то вышел и доступен для покупки на ПК через сервис Steam. Tee Garden Simulator предлагает игрокам уникальный опыт по воссозданию захватывающих видов чая, что были скрыты от посторонних глаз на протяжении многих поколений. Нам позволят управлять собственной чайной плантацией, разрабатывая и внедряя уникальные методы обработки чайных листьев. А по мере того, как наша империя будет разрастаться, мы будем заниматься созданием фирменного чайного бренда с уникальными технологическими цепочками, чтобы затем предлагать их для продажи в собственном магазинчике. Не обойдется в игре и без трудностей. В лице назойливых вредителей, смены погоды на неблагоприятную для выращивания, а также недостатком влаги для удобрения почвы. Код предстоящего боевика Call of Duty Modern Warfare 3, обнаруженный в базе данных PlayStation, позволяет предположить, что игра, выходящая осенью этого года, не что иное, как DLC для Modern Warfare 2. Insider Gaming в сотрудничестве с PlayStation Size подробно изучили код игры Call of Duty этого года. Что оказалось особенно любопытно, так это решение компании Activision выпускать контент Modern Warfare 3 в формате аддонов к Modern Warfare 2, что, многие, вероятно, согласятся, выглядит довольно странно. Похоже, что бета-коды для Modern Warfare 3 используют тот же идентификатор концепции, что и Modern Warfare 2. Проще говоря, это означает, что они в основном являются все теми же прошлогодними игровыми кодами, но переизданными под видом новых. Код также предполагает, что Modern Warfare 3 будет запускаться из единого лаунчера под названием Call of Duty, куда также войдут Modern Warfare 2 и Call of Duty Warzone. Кроме того, компания Activision подтвердила факт переноса вещей из Modern Warfare 2 в Modern Warfare 3. А по последней официальной информации, цена грядущей новинки будет составлять 70 долларов. Релиз новой колды состоится 10 ноября на ПК, PlayStation и Xbox и будет содержать полный русский перевод. В интернете появились первые рецензии на игровую адаптацию The Texas Chainsaw Massacre, которые могут дать некоторое представление о том, насколько высоко был оценен ужастик журналистами и критиками. На случай, если кто-то мало знаком с серией, поясним. The Texas Chainsaw Massacre – это асимметричный многопользовательский хоррор по мотивам фильма 1974 года режиссера Тоба Хупера. По динамике, сильно схожий с Dead by Daylight, например. Один из игроков в роли убийцы по кличке Кожаное лицо будет охотиться за другими игроками, находящимися в роли жертвы. Те, в свою очередь, должны будут попытаться выжить любым доступным способом. Так вот, что касается оценок, то на данный момент среди международной прессы они в основном положительны, хотя не так, чтобы сильно высокие. Как можно видеть, средний показатель на OpenCritic находится в пределах 75%. Стоит также отметить, что пока еще многие рецензии в списке отсутствуют, а потому в ближайшие дни можно ждать изменения среднего показателя как в большую, так и в меньшую сторону. В любом случае, поскольку эта игра многопользовательская, важным фактором является качество ее поддержки разработчиками спустя время после запуска. С выходом новой части знаменитой серии файтингов Mortal Kombat, а заглавленной цифрой 1, что означает перезагрузку серии, будет перезапущена вся сюжетная линия долгоиграющей франшизы, и появится новый таймлайн, который по лору игры был создан богом огня Люканом. Вместе с этим будут переписаны с нуля истории многих уже известных героев, одним из которых станет и культовый персонаж серии Raiden, что в перезапуске станет обычным воином без своих былых заслуг и легалий. Так, в рамках сюжетных событий Mortal Kombat 1 мы увидим самую молодую версию Рейдена. Если в прошлых играх серии он был богом грома и защитником земного царства, то теперь он вполне себе обычный человек. Несмотря на это, где-то внутри него таится могущественная сила, а потому он и был выбран в качестве одного из чемпионов земного царства. Из-за надвигающейся угрозы Рейдену предстоит вырасти в великого воина, которым, как знает Люкан, тому только предстоит стать. Mortal Kombat 1 выходит на ПК, PS5, Xbox Series XS и Nintendo Switch 19 сентября. По мере того, как стремительно приближается релиз Starfield Tod'a продам бабушкин сервис Говарда, компания Bethesda начинает раскрывать все новые подробности и детали лора грядущей космической ролевой игры. В том числе и путем публикации официальной хронологии вселенной проекта, сообщающей об основных событиях в истории игрового мира в целом, а также организации Constellation в частности. С последней как раз сейчас можно ознакомиться на официальном сайте Starfield. Начинается все аккурат с 2050 года, а приходит, очевидно, к современному времени в хронологии игры, то есть к году 2328. Отметим, что первым событием, произошедшим в 2050 году, является высадка человека на Марс, что привело к первой колонизации в 2100 году. Затем состоялось прибытие на Альфа Центавра и создание Соединенных Колоний в 2159 году. А исследовательская организация Constellation была основана в 2275, незадолго до начала войны колоний. Ее целью, сразу после первого этапа экспансии человечества в космос, стал поиск ответов на великие экзистенциальные вопросы в звездных путешествиях и раскрытие тайн необъятного космоса. Как только стремление к колонизации новых систем стало подугасать, роль организации становилась все более и более маргинальной. Однако ее участники, несмотря ни на что, оставались сильно мотивированы желанием исследования космических просторов и открытием новых границ. На странице экшена Marvel Spider-Man 2 в PlayStation Store появились детали о так называемых опциях доступности, нужных по сути своей для того, чтобы любой желающий, с ограниченными возможностями или без, смог эту самую игру осилить. Из имеющихся наиболее интересной выглядит опция замедления времени на 30, 50 и 70%, с возможностью вернуться к исходной скорости в любой момент. Также разработчики добавили экранного диктора, который будет озвучивать все опции в меню, а также комментировать внутриигровые ролики. Напомним, что в ремастере Marvel Spider-Man 2018 года тоже были подобные опции. Например, игра давала возможность пропускать QTE-моменты, а перед погонями активировала помощь в преследовании, и делала так, чтобы цель двигалась медленнее. Есть большая вероятность, что все вышеперечисленное появится и в грядущей части. Помимо прочего, в сеть просочился инсайт касаемо графических режимов. Так, в режиме качества частота кадров будет ограничена 30 FPS, как мы это любим. Зато освещение будет улучшено, а трассировка лучей будет доступна, и все это в честном 4K разрешении. Режим производительности, как водится, обеспечит уже 60 FPS, но без новомодных графических улучшений и с пониженным базовым разрешением. Так что будьте заранее готовы к некоторому мыльцу. Marvel Spider-Man 2 выходит эксклюзивно на PlayStation 5 20 октября. Предзаказы, делать которые мы традиционно не рекомендуем, уже стартовали. А вот что определенно радует, в игре будет полная русская локализация. Компания Activision отозвала иск на TikTok-блогера и музыкального критика Энтони Фонтана, который ранее также обвинял компанию-гиганта в незаконном использовании его интеллектуальной собственности. Вполне вероятно, что стороны пришли к некоему досудебному соглашению, однако всех подробностей предпочли все же не раскрывать. Немного предыстории. В 2021 году Энтони Фонтана опубликовал вирусный ролик, в котором выкрикнул фразу «достаточно кусочков» в момент, когда смотрел на процесс нарезания пиццы. Немногим позже этот самый фрагмент использовала предприимчивая компания Activision в своей рекламе кроссовок с дизайном в стиле Crash Bandicoot. По заявлениям издателя, для рекламы использовался аудиофайл, который находился вполне себе в открытом доступе в TikTok, и они ничего не нарушали. Фонтана же твердо настаивал на том, чтобы Activision заплатила ему финансовую компенсацию за использование его интеллектуальной собственности. Блогер оценил ущерб в шестизначную сумму. На тот момент представители Activision посчитали данные запросы несколько завышенными и обозначили свои намерения обратиться в суд. В итоге же все закончилось мирно. Рекламный ролик из TikTok был под шумок удален издателем, а блогер, в свою очередь, не разглашает, удалось ли ему лично договориться с Activision, или компания сама проявила инициативу, дабы избежать скандала и не навредить своей репутации. Помимо впечатляющего количества амбициозных игровых механик, которые, по слухам, должны появиться в шестой части GTA, в игру могут добавить и еще одну интересную возможность, что способно усилить погружение в мир игры, а именно динамический рост волос главных героев. Подобная механика уже была реализована Rockstar'ами ранее в сиквеле Red Dead Redemption, а GTA 6, вероятно, станет игрой, в которой данная фича рискует получить свое логичное развитие. К слову, наверняка многие знают, что помимо RDR 2, система отращивания шевелюры была реализована еще и в Ведьмаке 3. Однако, смеем предположить, что поскольку авторы GTA 6 имеют доступ к в разы более мощному оборудованию и большим возможностям, чем кто-либо до них, вполне можно ожидать гораздо более качественную реализацию подобной идеи, а также более детальную проработку разного рода связанных с ней мелочей. И немного кратких Блиц-новостей. Пожалуй, самый знаменитый якут игровой индустрии, геймдизайнер Хидео Кодзима, похоже, что уже скоро собирается показать трейлер долгожданной Dead Stranding 2, аккуратно выставке Gamescom 2023. Недавний твит разработчика свидетельствует о том, что он как раз приступил к монтажу этого самого трейлера. Учитывая, что сама Gamescom 2023 не за горами, есть весьма существенная вероятность, что Dead Stranding 2 покажут как раз в рамках этого события. Компания DICE выпустила обновление 5.2.1 для Battlefield 2042 на все игровые платформы. Данный патч исправляет некоторые геймплейные проблемы, что были обнаружены после выхода обновления предыдущего. Что касается подробностей, то новая заплатка устранит проблему, из-за которой дымовая подствольная граната при определенных погодных условиях рассеивалась чрезмерно быстро. Кроме того, разработчики пофиксили ошибку, из-за которой игроки зависали в состоянии возрождения и свели на нет возможные случаи, при которых игрок мог получить урон от взрывчатки на стене. Ну, здорово, не прошло и... сколько там? Того гляди и два года уже. Assassin's Creed Mirage таки отправился на золото и выйдет даже на неделю раньше запланированного, теперь 5 октября. Об этом сообщила компания-издатель Ubisoft. И, судя по всему, в игре про басима будут использоваться так полюбившиеся миллионам игроков системы защиты Дену в AVM Protect DRM. Похоже, импресс без работы не останется. Напомним, что новая часть популярной серии, ко всему прочему, минует сервис Steam и будет доступна для покупки исключительно в Epic Games и Ubisoft Connect. Велика также вероятность того, что в Baldur's Gate 3 таки добавят функцию, позволяющую менять внешность персонажа. На это намекнул директор по изданию игры Майкл Даус, дав утвердительный ответ на вопрос одного из игроков. Мол, не планируют ли в Лариан реализовать то, о чем студию так упорно просят фанаты серии? Потому как пока что, хоть редактор персонажей в игре и разнообразен, вернуться и изменить что-либо без необходимости начинать игру заново нельзя. Подобную функцию Лариан уже реализовывали в другой своей игре, Divinity Original Sin 2. В ней мы могли изменить внешний вид героя при помощи зеркала. Владельцы консолей от компании Nintendo, возрадуйтесь. Потому как трилогия популярных боевиков Batman Arkham выходит на Switch 13 октября. Об этом сообщает издательство Warner Bros. Games. Сборник включает в себя Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City и Batman Arkham Knight. Без спин-оффа Origins, что странно, но со всем выпущенным загружаемым контентом каждой из трёх доступных игр. Но Origins всё-таки стоило бы добавить, игра в своё время была на редкость годная. Да она таковой, к слову, и по сей день является. А сейчас время для нашей постоянной рубрики «Цирк с конями». Косплеерша и модель сайта для взрослых OnlyFans под псевдонимом Кайн Чан не была допущена к посадке на авиарейс в Бразилии из-за слишком откровенного наряда. Об этом она рассказала в соцсетях. Девушка боялась опоздать на сходку, а времени на то, чтобы как следует подготовиться уже по приезду, у неё попросту не осталось. Ну и потому она подумала, да и решила надеть свой парадный наряд из дома и отправиться на рейс прямо в нём. Однако служба безопасности аэропорта косплей почему-то не оценила и отправила девушку переодеваться. К слову, сначала Кайн Чан хотела схитрить, попробовав надеть пальто поверх костюма. Однако это всё равно не устроило сотрудников аэропорта. Что ж, сотрудники аэропорта в какие-то бессердечные совсем люди. Больше тут и добавить нечего. А на этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Надеемся, вам он пришёлся по душе. Ставьте палец вверх, если это так и есть. Подписывайтесь на канал, а также бейте в колокол для того, чтобы быть в курсе новых выпусков. Также не забывайте, что у нас есть группа во Вконтакте и Телеграм-канал. Милости просим. Свежее видео уже на подходе. А пока оставайтесь с нами. Дальше будет только интересней. Субтитры сделал DimaTorzok